Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня у нас в гостях представители разных регионов России. Первое. Андрей Гугов, Кабардино-Балкария. Добрый день, Андрей. Добрый день, здравствуйте. Уже знакомый нашим постоянным радиослушателям Решат Галиев, Башкортостан. Добрый день. И Дмитрий Трунов. Добрый день, Дмитрий. Все это очень молодые люди, мне приятно их видеть в студии. И все эти люди связаны с мёдом. Андрей заулыбался... С пчеловодством. С пчеловодством, да. Так вот, совсем недавно у нас была передача о пчеловодстве, очень вызвала большой интерес, и сегодня мы возвращаемся к этой теме. Почему? Потому что есть такая зависимость. Чем больше узнаёшь о каком-то предмете, тем понимаешь, как мало ты о нём знаешь. Правда? Андрей, давно занимаетесь? Ну, я вот пчеловод в четвёртом поколении уже. Отец 30 лет занимается пчеловодством, а я, получается, с детства тоже участвую в этом всём процессе. Ну, учился некоторое время, отсутствовал. Теперь опять здесь. Понятно. И тоже понимаете, что надо учиться, да? Ну, конечно, да. Так вот, мы об очень многих говорили проблемах пчеловодства, и в то же время очень многое осталось за пределами нашей передачи. Ну, начинаем. Россия всегда славилась мёдом. Дмитрий, вы председатель, скажите, как называется правильно? Наша организация называется некоммерческое партнёвство Международный союз пчеловодов. Так вот, Международный, вы представляете Международный союз пчеловодов. Так вот, Россия всегда славилась мёдом. Мы его экспортировали в огромных количествах. Просто в огромных, да? Да, да, да. И вот сейчас произошло следующее. Согласно статистике, житель Соединённых Штатов употребляет 500 граммов мёда в год, европейцы до килограмма в отдельных странах, а у нас 300 граммов. Да. Вот такое странное употребление. Ну, конечно, тут можно сделать скидку на то, что, ну, может быть, какие-то были погрешности при расчётах, но, в принципе, это уже не один год такая статистика. И очень интересно, что в Москве, например, потребление на душу населения среднее, около 2 килограммов. То есть, получается, почти в 10 раз больше москвичей едят мёда, чем россиян. У москвичей более сладкая жизнь, да? Видимо, получается, да. Ага. Хотя Москву, конечно, медовым регионом не назовёшь никак. Пчеловоды даже в Подмосковье встречаются редко. Угу. Ну, сейчас вы собрались всё-таки в Москве, Риха. Хочу добавить, самое большое употребление мёда – это в Японии. Вот и дальше всех живут японцы. Ох, второе место по продолжительности жизни занимает Андорра. Европейское государство, ну, наверное, там тоже есть. Там тоже, да. Они живут на втором месте по употреблению мёда. О, как интересно. Вот вы все собрались сейчас на ярмарку мёда, и во время этой ярмарки проходят встречи, проходят какие-то у вас беседы. О чём чаще всего вы говорите, Андрей? Какие проблемы? Я думаю, что проблемы связаны у пчеловодов в первую очередь с тем, как передвигать пасеку, в какие труднодоступные места нам туда добираться, какие ули использовать, как доступнее сделать инструменты, чтобы были пчеловоду. А какие у вас проблемы? Горы, разнотравья? Чего там передвигать пасеку? Вот Кабардино-Балкария, конечно, я считаю, что одна из самых экологически чистых республик России. Промышленности нет почти? Промышленности нет, никаких заводов нету и не было. Ну и какие проблемы? Проблемы существуют. В данный момент КТО у нас введено. КТО это что? Контртеррористическая операция. На многих местах это введено, и получается передвижение пчеловодов по тем же достопримечательностям природным. Затруднено, да? Затруднено все, да. И как бы люди даже просто отдыхать не ездят, а пчеловоду приходится долгое время находиться в этих лесах, ущельях, и поэтому в данный момент все это как бы почти недоступно. Политика влияет на экономику? Да. Географически мы очень там ограничены, хотя, конечно, такие места, как Прильбруссия, Голубые озера, Чигемские водопады, они известны. Наверное, даже в мире, но зачастую это просто недоступно. Решат, какие проблемы в Башкортостане? Я сам с Республикой Башкортостан используюсь случаем. Хочу поздравить всех мусульман с большим праздником. Сегодня мусульман праздник, Куроза Байрам. Пожелать всем мира, добра, несмотря на вероисповедание. У нас тоже очень много проблем, но пчеловодство развито в Республике Башкортостан, и мы сами как-то пытаемся их сами решать. Ну а какие все-таки? Получается решать? Получается, получается. Ну вот, все-таки, сейчас специалисты отмечают, что самые главные проблемы – это экологические, а пчела – это индикатор экологического состояния территории. Так или нет, Дмитрий? Да, конечно, так. К сожалению, мы сейчас видим, мы же эту тему в прошлой передаче поднимали, о таком глобальном уже море пчел. Мне кажется, что как раз это реакция на ухудшение экологической обстановки на Земле. Как раз стоит задуматься, если рассматривать пчелу как индикатор, то если начался такой массовый мор, то и человечеству следует задуматься. Ну вот, какие все-таки, какое состояние сейчас пчеловодство в России? Состояние хорошее только из-за того, что каждый пчеловод борется самостоятельно с процессом. Ну, существуют какие-то, конечно, объединения, но государство тут, к сожалению, никакой роли не играет. Поэтому каждый пчеловод борется совершенно обособленно, и каждый достигает результатов именно для себя. То есть, не для кого-то именно, а конкретно для себя. Именно поэтому наблюдается некий рост в отрасли, и качество, тем не менее, высокое у меда, несмотря на то, что существует очень много фальсификата, контрафакта и так далее. Вот много фальсификата, говорите, а качество меда хорошее. Да, в среднем, у производителей, у самих пчеловодов, качество меда всё равно высокое, потому что им просто невыгодно делать фальсификат, например. Вчера встречаю объявление, продам оптом партию меда по 200 рублей. Можно верить такому объявлению? Андрей? Я думаю, что мед с этого региона не может стоить 200 рублей, потому что медосборы там, я думаю, не такие обильные, климатические условия тоже не позволяют собирать огромное количество меда. И транспортные расходы, чтобы добираться до той же Москвы. И неразвитая инфраструктура не позволяет делать мед 200 рублей. Себестоимость, наверное, 200 рублей только. А пчеловод должен семью свою содержать, пчёл лечить, оборудование покупать. Ещё. Вот очень много меда продаётся в сетевых магазинах. Как идёт закупка? Решат. Вот башкирский мед славится, да? И говорят, что в башкирии меда очень много. Сетевые магазины каким образом, например, у вас закупают? Закупают ли? Либо это закупается какой-то другой мед? Вы знаете, я не видел, чтобы в башкирии было объявление или какой-то магазин закупал, или какой-то фирмы, такого нет. Ну, в основном, мы ездим по ярмаркам, да? Самое главное здесь что? Пчеловод продаёт свой продукт сам. Это одно. А другое, мы даём гарантии качества. То есть, москвичи покупают мёд с первых рук. Вот здесь самое главное. Без посредников. Без посредников, да. Ну вот ещё очень интересно. Значит, давайте мы всё-таки вернёмся к экологической составляющей. Что влияет на производство мёда? Вот, Дмитрий, пожалуйста. Вот мы сказали, что там в прошлой передаче говорили, что химизация идёт какая-то для того, чтобы бороться с каким-то клещом, опрыскивают. Так или нет? И потом это всё сказывается. Да, конечно, у меня так и происходит, что вот эти все препараты очень плохо сказываются и на здоровье пчёлы, и получаются как производные на качестве мёда самого. В первую очередь, на урожай нектара, скажем так, влияет погодные условия. Это очень важно, да. То есть, как цветок наберёт мектар, настолько пропорциональнее получится мёдом, собранного пчелой. Грубо говоря, чем выше разнообразие трав, тем лучше, да? Время цветения. То есть, там очень много аспектов. Я думаю, что мои коллеги-пчеловоды намного подробнее расскажут и более интересно. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть до урожайности. Чтобы получить урожай, во-первых, первый фактор, это нужна сила семьи. То есть, это зависит от пчеловода. Второй, медовая база. То есть, это цветки. Мы или сеем, или кочуем, или как, да? А третий, вот, извините, от нас не зависит. Третий, это погодные условия. Вот надо три фактора. Из этих трёх факторов слаживается, как бы, урожай пчеловода. А, понятно. Ну, вот сейчас мы уже тоже говорили о том, что генно-модифицированные растения, и считается, что, собирая пыльцу с этих растений, пчела теряет потом способность к воспроизводству. Ну, вот, наверное, в Башкирии это не актуально. Я думаю, нет, нет, мы там кочуем, залипываем мёдом по горам, у нас там даже связи нету, какой-то растений усинят. Сотовая связь тоже не работает. А, кстати, да? И может быть, как раз поэтому? В основном, собираем польфлёрные меда, ну, тоже на такие территории уезжаем, где даже техника проехать не может, уже где дорог почти нет. Сколько у вас, Андрей Ульев? 150. И сколько в каждом Улье, вот, семья, сколько это пчёл? Пчёл, ну, примерно 100 тысяч пчёл в одном Уле. Ага. Кусают? Кусают. И как бы? Ну, по виду такой? Да. Иммунитет уже ко всем этим укусам, в принципе. Ну, иногда бывает больно, но всё равно. Ну, вот, хотелось бы ещё немножко поговорить об истории пчеловодства. Кто немножко скажет? Давайте. Ну, вот, я помню Екатерина II. Как сейчас помню, Екатерина II. С историей помню. Озабоченное ухудшением пчеловодства, она, по-моему, в 775 году избавила пчеловодов от всех налогов. Вот, хочу добавить. В Республике Башкортостан у нас есть статья, я не помню ещё на какие, но точно пчеловодство и коневодство у нас в Республике Башкортостан не облагается налогами. Вот это вот, участие государства, есть закон, я думаю, это очень хорошо. То есть, идёт ещё от Екатерины? Да, да, да. Замечательно. Кстати, вы знаете или нет, что пчела, как утверждают учёные, уже 25 миллионов лет назад жила, и нашли окаменелости такие, вообще удивительно. И что фараоном, лучшие из фараонов были удостоены звания, как, Дима, вы говорили? Повелитель пчёл. Повелитель пчёл. О, как! Если пчелой повелевает, то и народом сможет. Так, дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о мёде, о пчеловодстве, о нашей собеседнике. Это Ришат Галиев, Башкортостан, я бы сказала, знатный пчеловод, Андрей Гугов, Кабардино-Балкария, тоже пчеловод, и руководитель некоммерческого партнёрства, Международный союз пчеловодов, Дмитрий Трунов, он председатель Совета Международного союза пчеловодов. Вы можете задавать любые вопросы, касающиеся пчёл, мёда, чего ещё? Ярмарок. Ярмарок. Всё, что угодно. Обо всём мы с вами будем говорить. Наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. Так, ну вот я буду задавать совершенно такие практичные вопросы. Ну, прежде чем я задам этот вопрос, мы всё-таки примем вопрос наших радиослушателей. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Кутков Виктор Иванович из Станицы Васюринской. У меня такой вопрос. Вот пчела болится со своими урагами укусом. Вот жало пускают, и от яда умирают пчелы. А почему же она сама от своего яда не погибает? Вот мне этот вопрос всё время интересует. Спасибо вам. Как интересно. Спасибо. Кто ответит? Я вам отвечу на этот вопрос. Когда пчела нас жалит, наша кожа как резина, то есть жало остаётся. А когда пчела жалит, они тоже дерутся пчёлой. Бывает у них такое. Друг друга. У них тело состоит покрыто хитином. То есть она жалой, то есть жалит и жало собирает обратно. То есть получается у неё жало не отрывается, а пчела остаётся живой. А когда пчела жалит нас, там, лошадей, вот, как наша кожа, то пчела умирает. А пчела умирает от того, что жало отрывается. То есть когда они между собой выясняют отношения, это не страшно? Они не умирают, да. А, ещё у нас звонок. Пожалуйста, говорите. Так, сорвалось. Но, тем не менее, вы знаете, я была свидетелем, как человек чуть не умер из-за укуса пчелы. Наступил шок, он там, ну, в общем, это всё было ужасно. И пришлось вызывать скорую помощь. Ну, его удалось спасти. Что делать вот в такой ситуации? Можно я отвечу? Нет, да, пожалуйста. В первую очередь необходимо, если вы видите, что афилактический шок наступает, ну, то есть аллергический, грубо говоря, то человеку в первую очередь надо ложку засунуть в рот, чтобы просто не задохнулся. Естественно, сразу вызвать скорую помощь. И как-то попробовать ввести антигистаминный препарат, то есть противолергический. Угу. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Алло, представьтесь, мы вас слушаем. Так, человек не... Алло. Так, сорвалось. Ну вот, давайте дальше. Простые вопросы, на которые мы сегодня все должны получить ответы. Так, первое. Значит, как отличить подделку от настоящего меда? Вы сказали, что... Вот мы приезжаем на ярмарку. Кстати, где у вас в этом году? В этом году у нас ярмарка в Измайловском Кремле. Это буквально 100 метров от метро Партизанская. И начинается она 2 сентября. Так, ну вот как отличить настоящий мед от подделки? Ну, существует много очень методов. Самый простой и, наверное, первоочередной – это аромат. Настоящий мед ни с чем не перепутаете, именно по запаху. Если вы открываете банку и не чувствуете, ну, практически никакого запаха, скорее всего, это фальсификация. Идите дальше. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Тепановна и дорогие, уважаемые пчеловоды. Ну, вот еще хочу сугубо поприветствовать Решата, потому что он мой, получается, земляк. Я родилась в Башкирии, в Башкортостане, в городе Салаватия. Долгое время жила в Уфе. Так что вот очень рада слушать земляка Решата. Очень приятно. Вы знаете, ну, вопрос уже не получится, потому что только что, Татьяна Степановна, вы задали тот вопрос, который хотела я вот вопрос задать. Так что просто хочу поблагодарить дорогих гостей за то, что они нас кормят хорошим медом. А вот что я хотела сказать. Вы знаете, в России, в общем, мало потреблений. Но вот лично я почему мало? Не потому что не хочу или нет возможности. А вот действительно просто каждый раз проходишь мимо таких красивых баночек, потому что просто боишься купить какую-то подделку. Понятно. Спасибо вам. Многие не покупают, потому что говорят, дорого. Из чего складывается цена меда? И может ли мед стоить, ну, сказали, что 200 рублей, это нереально. Так я поняла? Да. Да? 200 рублей, это очень низкая цена для меда. Ну, есть, конечно, сорта меда, которые могут стоить такую стоимость. Ну, на юге России, например, подсолнечник выращивают в огромных объемах. С него собирают мед. В принципе, такой же полезный, качественный мед, но просто массивы большие. И я считаю, что с такого, ну, цветка легко собрать, в принципе, относительно других сортов меда. Поэтому цена может быть и 200 рублей. Вот именно такой, да, подсолнечник? Вот, а другие сорта меда, я думаю, более труднодоступны, поэтому сомнительно. Ну, все-таки, вот формирование цены меда. Формирование цены меда складывается из транспортных расходов. Это круглый год. Нужно ремонтировать улики, нужно покупать инвентарь, нужно обслуживать пасеку, нужно перевозить пасеку и лечить пчел. И я думаю, что это уже не мало, чтобы прибавлять к стоимости. То есть, та же самая стоимость ГСМ идет и в стоимость меда? Ну, конечно, это же целое производство. У кого-то менее, у кого-то больше. И тут все те же самые расходы, как любая другая система тратит на это. Вот иногда говорят, решат, что ты хотел сказать. Да, я добавлю, вот представьте, чтобы получить липовый мед, нам надо ехать в горы. То есть, мы живем там автономно. Почему надо ехать? Потому что, ну, липа, она светет неделю. Обычно, вот, это не изучено еще. Когда липа светет, она выделяет такой аромат, да. И хотите, верьте, хотите, нет. Вот, обратите внимание, когда светет липа, обязательно дожди. А светок его открыт, если дождик прошелся, липу смыло. Вот, чтобы получить липу, мы едем в горы, где речка. Внизу там холодно, а наверху жарко. Начинается в горах светение липой и как бы продолжается, ну, минимум 15 дней. То мы хоть как-то, как бы обманываем чуть-чуть природу, мы получаем липовый мед. Вот, вот, из этих наших расходов получаются вот такие. Ага, а какой мед считается самый дорогой, самый редкий? Самый редкий? Вот, ну, у нас самый-самый хороший это липа. Липа, да? Лима с Машкирией, да. Да? Ну, он светлый, да, выглядит как? Да, да, да. А гречишный? А гречишный, он же уже этот, как, сеется в полях, его добывать. Да, и обрабатываются такие поля тоже. Ага. А если они обрабатываются, то, может быть, и мед этот не совсем хороший? Как Вы думаете, Андрей? Ну, какие-то, конечно, пестициды могут попадать в мед, но за этим должен пчеловод тоже следить. Места, в которых он базирует свою пасеку, он должен это обсуждать, допустим, там, с колхозами, с фермерами, чтобы те предупреждали заранее, где идет обработка. Ага. И тоже стараться, как бы, какие-то переговоры вести, чтобы не заезжать уж в те места, где там так все активно происходит. А, кстати, есть конфликты между растениеводами и пчеловодами? Я думаю, что есть. Какие? Вот люди, например, какие-то растения высаживают специально, допустим, для себя, ставят там свои, допустим, пасеки. Ну, тут, в принципе, конечно, им сказать трудно что-то, если они уж прям, конечно, для себя. Хотя пчела может, ну, огромное расстояние, как бы, ну, опылять, и поэтому тут уж прям запретить никто нам не может. Вот здесь нельзя, но мы можем рядом стать. Ну, пчеловоды, конечно, должны договариваться как-то. Я хочу добавить. Значит, три года назад здесь, в Москве, в Тимириадской академии, проходил Всероссийский конкурс пчеловодов. Там был коллега с Калифорнии. Да-да, с Калифорнии был. И он нам рассказывал, он такой же молодой, как мы, такой крупный пчеловод, он нам рассказывал. Вы знаете, говорит, нам, говорит, в Америке государство платит за то, что мы пчел там ставим за опыление, они за улей в месяц дают 200 долларов. Представляете? Они платят за опыление. В месяц? Да, за улей, за один улей им платят 200 долларов. А нам самим приходится договариваться, чтобы пчел поставить. Видите, вот какая ситуация. Но вот с другой стороны, именно Соединенные Штаты отличаются тем, что у них самая высокая гибель пчел. Может быть, это связано как раз с распространением генно-модифицированных организмов, может быть, связано с тем, что высокий уровень применения пестицидов, гербицидов и всего прочего. И государство теперь поощряет пчеловодов для того, чтобы они... Нет, я думаю, что там давно уже все это существует. Просто, может, какие-то природные климатические условия привели к тому, что гибель пчел происходит. У меня сестра живет в Америке, и я там тоже по интернету все это смотрю. То есть у них оборудование, какое вообще качественное, все это предлагается, продается. Пчеловодство там существует, развито. И я думаю, что в основном, например, меня интересует хорошее оборудование, качественное. Нет ни одного ни предприятия, ни завода в России, который делал бы какие-то специальные прицепы, павильоны, чтобы перевозить большое количество уликов. Все мы, пчеловоды, получается, полностью изобретатели. Все. Нигде никто не сделал никакого заводского. А что надо сделать, на Ваш взгляд, чтобы появилось производство таких... Это, кстати, дорогие радиослушатели. А ведь, может быть, кто-то хотел бы этим заняться. Так вот, что надо сделать, чтобы появились такие предприятия, которые выпускают продукцию для пчеловодов? Ну, кроме государственной озабоченности. Дмитрий. Мне кажется, многие бизнесмены просто не очень понимают... Просто не знают. ...важность этого процесса. Да-да-да, мне кажется, что это было бы очень выгодным производством. Потому что пчеловодов у нас в России очень много. У нас звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Татьяна Степановна и уважаемые пчеловоды. Я очень люблю мед. Я вам могу рассказать очень такую историю, которая была на моих глазах. Вы знаете, у нас метро площадь революции. И там, где вот была стена белокаменная, стоял памятник этому свердлову, а выше было за стеной домик. Так. И там пчеловод один установил пчел. В центре Москвы? Пчеловод гиповый мед. Это было на моих глазах. И мы этот мед пробовали, потому что я была там тоже с этим знакомым пчеловодом. А когда это было? Это было 55-й, так, 58-й год. Слушайте, вы представляете, в Москве пчелы собирали... Спасибо вам. Это вообще очень интересно. Да, замечательно. Я прошу еще один мед. Давайте. Вы знаете, покупаем в супермаркетах мед. Иногда бывает очень хороший. А вот так. Сейчас стоит банка. Уже два года и все. Какой-то сироп, не сахар, все ничего. Ну, в общем, все подделки бывают. Так что мы хотим, чтобы у нас мед проверяли, который покупают. А я очень люблю мед. Спасибо. Мне 88 лет. И я кланяюсь всем. Спасибо. И очень люблю Народное радио. И всех его сотрудников. Спасибо. Спасибо вам за все. Спасибо. Спасибо за музыку, за все. Скажите, а, кстати, вот мед вы, допустим, привезли на эту ярмарку. Он проверяется или нет? И по каким параметрам? Прямо на ярмарке стоит машина лаборатории. Он проверяется на влажность. Ну, очень много там параметров. То есть, есть ГОС, они по ГОСТу все проверяют. А сейчас ГОСы отменены? Нет, по ГОСТу. Да? Да, по ГОСТу. То есть, мед продолжается по ГОСТу, да? Да, так же проверяется на безопасность, по ГОСТу все проверяются, нормативы все проверяются. И все сертификаты все проверено, да? Проверяется двойная экспертиза, там, с какого региона мы, мы там свой мед сдаем на экспертизу, получаем вот эти все заключения, и сюда привозим мед, и здесь повторно все это, экспертиза происходит. И на торговых местах, так же постоянный обход ветеринарных работников, они все это смотрят, пробуют, все сомнительные меда берут, опять же, на экспертизу, если такие есть. Так что, я думаю... Андрей, вот Вы сказали о Соединенных Штатах, что там такое внимание к пчеловодам. А что производится? Просто очень интересно. Что у нас, и что у них? И что бы хотелось? Да я даже не скажу, что что-то другое или новое, но просто более качественное все. И удобное. Не знаю, вот я смотрю, там, и цены вот разные там. Ага. И вот знаете, еще что? Очень интересно, ну, все сказали, что лучше покупать у пчеловодов, и оказывается, что без качественного меда мы обречены на болезни. Вот меня эта фраза поразила. Это, между прочим, сказал очень видный ученый, медик, что нужно понимать культуру потребления, и без понимания культуры потребления меда мы не можем называться образованными людьми. И мне это поразила фраза. Вот как интересно. Да, удивительно. Ну, недаром пчелы сопутствуют с человеком практически всю человеческую историю. Ну, конечно, они были и до начала человеческой истории, но дальше они сопутствуют. И как Эйнштейн сказал, что через 4 года после гибели пчел, последние пчелы на земном шаре погибнуты люди. Вот как. Поэтому всячески надо только поощрять развитие пчеловодцев. И я еще раз благодарю наших пчеловодов, дорогих. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Здравия желаю. Здравствуйте, Сергей Борисович. Сергей Борисович, тревожник. Спасибо за очередных неожиданных важных гостей, за рассказ, за уже, так сказать, детали интересные. А мне хотелось бы задать вопрос и немножко два слова сказать. У меня мама настолько была разнообразной с интересами человек, что в конце жизни тоже подружилась с пчелами и в бронницах на садовом участке в течение трех лет пыталась, значит, завести пчел. Причем из науки и жизни взяла оригинальные конструкции улей чертежи. Сама выпилила, сама собралась, сделала. В общем, все делала сама. Три года она дружилась с пчелами, ну, а потом получилось так, что зима была суровая и, в общем, не выжили они. И с тех пор вот мы никак, руки не доходят попробовать ее продолжить дело. Ну, а так, замечательное было время, когда дома были свои пчелки, которые не кусали, дружили. А теперь вопросик. Значит, скажите, пожалуйста, уважаемые пчеловоды, насчет бортьевого или холодного, если я не ошибаюсь, меда, есть ли он сейчас в реальности? И правда ли, что в Кировской области восстанавливают древнее пчеловодство, ну, якобы сохранилось одна или две пчелиных семьи с тех времен, там, 400 лет назад, и сейчас это медленно восстанавливает. Ну, дикие пчелы. Спасибо. Спасибо. Какой интересный вопрос. Да, на этот вопрос отвечу я. Значит, в республике Башкорстан есть заповедник, Шульганташ называется. И там, вот, говорят, единственная, ну, единственная, там порода бурзианские, башкирские пчелы, и там развито вот колодное пчеловодство. Прямо большая пасека там только этим занимается. И этим занимаемся и мы. Вот, это товарищ, я забыл, как его зовут. Сергей Борисович. Сергей Борисович. Вы можете приехать к нам на ярмарку, я вам покажу фотографии, всё. Даже найдите, вот, я понял, как вы человек военный, найдите время, давайте к нам приедьте по Шкирию, я вам всё покажу, и вам подарю улик. Ой, как здорово. Так, смотрите, как интересно. А вот ещё, говорят, есть среднерусская пчела, есть кавказская. И что, как-то, кавказскую не особенно уважают понимающие люди. Так или нет, Андрей? Ну, например, мы вот, у нас карпатская порода получается. Мы такую вот породу держим. Чем она лучше или какие у неё качества? Ну, качество. Ну, у нас она хорошо зимует, например, эта порода пчёл. Сборы хорошие, развивается пчела хорошо. Вот как-то по климатическим условиям нам эта именно порода подходит больше. За другие породы пчёл я вам много сказать не могу. Понятно. А вот интересный вопрос задал наш слушатель, сказал о бортничестве. Вот даже название деревень было, фамилию Бортников. Ясно, что у него кто-то в предках был из пчеловодов, да? Деревня Бортники. Это значит, там занимались производством мёда. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Лариса Юрьевна, Москва. Я тоже большой любитель мёда. Спасибо вам за передачу. И вот будет ли ярмарка в Маниже, может быть, ваши гости знают, очередная в следующем году. В феврале мы уже как-то привыкли к этой ярмарке. И вот у меня ещё один вопрос. Я смотрела, как утепляются домики для пчелы, и там я видела пенопласт. Ну, такая типовая, типовой улей. Вот не вредно ли для пчёл и для потребителей потом мёда? Это один вопрос. А второй вопрос. Я уже обращалась с просьбой. Был задан, вернее, затронута тема заповедников. Там, конечно, развивается течеловодство вокруг. Но вот вчера прозвучало, что заповедники будут превращать тоже в зоны экологического отдыха и так далее. Вот хотелось бы передачу с учёными, которые прокомментируют, как грамотно это делать. Потому что, я боюсь, остались небольшие оазисы, и те могут быть загублены. И последнее, вот предложение к слушателям, те, которые имеют средства до звона, пользуйтесь ими раз в неделю, потому что звучат одни и те же мнения, одни и те же голоса. Спасибо вам. Спасибо, Лариса Юрьевна. Так, отвечаем. Как утепляется пенопласт? Вреден или нет? Ну, у нас нет такого пенопласта. У нас обыкновенные подушки. Мы утепляем подушками. Какими подушками? Подушка, набитая ватой. Всё натурально. Всё натурально. Это я первый раз слышал. Но, в принципе, даже если пчеловоды используют пенопласт или какие-то другие искусственные материалы, пчела в улике всё полностью залепливает прополюсом, используя его как антисептик. Поэтому, ну, первоначально вы ставите голый, допустим, натеплитель какой-то искусственный. В дальнейшем это всё залепляется, заклеивается полностью, изолируя семью от всех других материалов. Так что, даже если кто-то использует, не переживайте, это всё недоступно для человека, получается. Понятно. Насчёт заповедников, что скажем? Что заповедники превращаются в зоны отдыха. Не будет ли это сказываться на производстве мёда? Мы сегодня почему-то много говорим о Соединённых Штатах Америки. Вот там, например, очень много таких заповедников, тем не менее, которые открыты для отдыха. Вот если мы сможем так же цивилизованно всё это построить, то это будет замечательная вещь, да? То есть, какие люди смогут общаться с природой совершенно нормальной и по-взрослому, скажем так, и ничем не вредя ей. Но, учитывая особенности нашей страны, это будет чрезвычайно сложно сделать. Здесь, конечно, важно, чтобы государство сказало своё слово и следило за порядком, и за уважением к природе. Как хорошо сказал. Ну, один умный человек сказал, пчёлы плохой мёд не делают, плохой мёд делают люди. Так вот, люди должны делать всё, чтобы всё, и мёд, и продукты любые другие делались хорошими. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Доброе утро, Татьяна Слепановна. Здравствуйте. Уже звонил, пытался задать вопрос, но что-то отключилось. Так вот, вопрос такой к вашим гостям. Я вот в том году позарился на дешёвый мёд в Семидравийской академии. Там для пенсионеров за 250 рублей продавали мёд. Вот. Он разделился у меня на три фракции разного цвета и запинился. Так вот у меня вопрос такой. Если делают фальсификат, из чего его делают, чтобы знать, в общем-то, насколько это влияет на здоровье? Спасибо. Хороший вопрос. Как там у Пушкина? Не гонялся бы ты поп за дешевизной? Ну вот так вот. Что это за фракции? Я понимаю, что вы не в курсе. Решат развёл руками. Не делаем фальсификат. Андрей? Да, я тоже ничего по этому поводу сказать не могу. Мёд может, конечно, там как-то расслаиваться или ещё что-то. Может, ну, просто не вовремя забран мёд был у пчёл. То есть молодой? Незрелый, да. Незрелый мёд, ну, влажность повышенная. Но если, конечно, такое уже с мёдом происходит, ни в коем случае не надо это употреблять. Лучше эти деньги всё-таки получается потерять. Да, но лучше не кушать, конечно. Так, Дмитрий? Учтите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что если мёд пенится, то это значит, что он бродит. Такое ни в коем случае употреблять нельзя. Это просто некачественный продукт, о котором пчеловода надо немедленно сказать, если такое увидите. Ну вот ещё. Вопрос всё-таки о роли самого пчеловода. Не ставит ли он под угрозу выживания пчёл, отбирая у них весь мёд и скармливая им большое количество сахара? И ещё, не он ли в погоне за сиюминутной выгодой, да минимум сокращает затраты на уход за семьями пчёл, и оттого ухудшается селекционная работа? Во-первых, мы у пчёл отбираем только излишки. Вот, кто видел, это пчелиная семья, улья представляет, да, вот, которые сверху ставятся так называемые магазины, то это наше. А то, что внизу, мы там не трогаем, это их нет. А-а-а. Да, семья и медовая часть, они как бы раздельные, мы в семью не вмешиваемся. Ну вот о мёде мы много говорили, а ведь кроме мёда есть воск, есть перга, есть пыльца, что ещё есть? Прополис. Прополис. Вот немножко об этих продуктах скажите, кстати, у вас там на ярмарке это будет представлено или нет? Да, обязательно, конечно, конечно. И что это такое вообще? Дмитрий. Я могу сказать, что такое прополис, а про остальные вещи, наверное, будет сложновато, это лучше... Так, люди, которые непосредственно, да. Да, прополис это уникальное вещество, которое используется пчёлами в качестве антисептика. То есть любой инородный предмет, который попадает в волю, он сразу обрабатывается этим препаратом. Для медицины этот препарат тоже очень важный. Например, даже в быту очень хорошо лечить простуду любого уровня по себе, я знаю. И вообще много других показаний существует. Что хочу сказать про пергу, это... Так, займусь сейчас немножко рекламой этого продукта. Перга, это вообще уникальный продукт в том плане, что, например, для детей он... Что это такое? Вот что такое? Я не так и не поняла, что такое прополис? Сейчас, может быть, не очень правильно объясню. Польца с мёдом. Да, это тот материал, которым питаются зародыши после их вылупления пчёл. То есть это самый питательный и концентрированный продукт. Решат, ещё что-то добавит? Да, поточнее скажу. Значит, насчёт перги. Польца – это мужской элемент цветка. Его пчёлы собирают. Собирают в сот, потом его добавляют туда мёд и запечатывают. И там происходит кисломолочное типа брожения. И вот этот состав, они, как матка кладёт яйцо, три дня его пчёлой кормят пчелиным молоком. Потом смешку с пергой и с мёдом они кормят эту личинку дальше. Выходит, получается, рабочая пчела. Там есть все витамины, все кислоты. Ну, очень полезный продукт. Пчела, кстати, чтобы один грамм мёда сделать, совершает тысячу вылетов, да? Какая работяга. И, оказывается, до 12 километров она может пролететь, чтобы собрать. Что-то мне показалось, это очень много. Пчела, конечно, я думаю, много. Ну, в районе 5-6 километров, я думаю, доступны растения. Ну, вот вы о перге сказали, а пыльца? Пыльца и что ещё? Пыльца – это как раз вот то, что с растений пчела собирают непосредственно. Но как таковую уже пыльцу в улике вы взять не можете. Занося пыльцу в ули, пчела как раз его вот складывает в ячейки, смешивает с мёдом, утрамбовывает неловкой и консервирует мёдом. Это вот получается перга. А на входе в улик вы можете снять просто пыльцу. Пчела заходит через специальный сборник и не может зайти с пергой. Ну, вот продают. Как они добывают это всё? Те люди, которые продают пыльцу, прополис, пергу? Вот мне просто интересно это. Пчела летит, да? У него в задних лапках такое жёлтенькое несёт. Вот это и есть пыльца. Когда она заходит в улик, она заходит через такой специальный аппарат, пыльцолавитель называется, который в задних ножках пыльца, она оставляет эту пыльцу. В отверстии сама пыльца. Пчела проходит, а с пыльцом не может пройти. У нас отрывается и падает как бы всё. Понятно. Мы это собираем, сушим, получается пыльца. А то, которое заходит, пчела его трамбует, сот, заливает мёдом, получается перга. О, как интересно. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Доброе утро, Народное радио. Это Владимир Волоколамск. Доброе утро. Я хотел бы задать два вопроса к нашим уважаемым гостям. Первый. Вышки сотовой связи могут ли влиять на жизнедеятельность пчёл? И второй вопрос. Как долго может храниться мёд, не теряя при этом своих полезных свойств? Спасибо, Господь. Спасибо, Владимир. Вышки сотовой связи. Не могу точно вам сказать, потому что настолько точно всё не изучается. Я тоже точно не могу сказать, но скажу, был случай. Значит, у меня товарищ выехал на кочёвку. Выехал на кочёвку и мне говорят, ну приедь надо посмотреть. Я приехал, пчёлы не летают на доника. Смотрю, смотрю, ну понять не можем. Потом проехался, там речка, около речки проходит такая высоковольтка. То есть они противоположно соединяются вот эти высоковольтные линии, на которые питают там деревню. И пчёлы не могли вылететь вот на ту сторону вот этих линий, ни снизу, ни сверху. Значит, есть какое-то влияние. Я говорю, давай ты качуй на другое место, это добро не доведёт. Он перекачивал на другое место, то есть вывез в ту сторону, там, полтора километра, и у него всё получилось. Ну, как интересно. А это сотовая, это вы линии электропередачи, а сотовая связь? Это высоковольтка. Ну, по сотове я ничего не могу сказать. Про сотовую у наших коллег на Западе есть очень интересное исследование. Действительно доказали, что сигнал сотовой связи сбивает навигацию пчелы. То есть пчела иногда не может вернуться в улей. И, естественно, вне улей она погибает. И ещё вопрос. Где мы кочуем, там сотовая связь не работает. Так, как долго может храниться мёд? День, год, два? Веками. Ну, температура хранения просто рекомендуема от 5 до 10 градусов, проветриваемое, сухое место. Мёд впитывает влагу в себя и запахи, поэтому нужно его плотно изолировать, и мёд будет храниться очень долго. В какой таре лучше всего хранить? Я думаю, стеклянная тара. Обычная стеклянная банка. В какую реакцию стекло не вступает 100%, поэтому, я думаю, стекло. Ну, судя по тому, что даже бальзамировали, даже Александра Македонского, по-моему, в мёде, да? Да, да, да. Чтобы сохранился. Значит, это консервант хороший. Значит, долго может. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Извините меня, Кадушина, это опять Кутков Виктор Иванович из Васюринской. Я, в общем-то, на свой вопрос ответ не получил. Почему пчела не гибнет от своего яда? Я сукавил немножко, я знаю вопрос, ответ на этот вопрос. Она не гибнет потому, что я представляю собой бинарное оружие, и он действует только в тот момент, когда пчела атакует. В общем, он вырабатывает этот момент. Ох, какой хитрец, Виктор Иванович. А гостей мусульман я поздравляю с праздником их, как и всех мусульман. Сам я православный, но с мусульманами живу в дружбе и в мире. И в это правильно. Да. И в это правильно. Всего доброго вам. Спасибо. Ну, мусульманин у нас один, но один стоит многих. Спасибо вам, Виктор Иванович. Самое главное, оказывается, вот когда он воюет, да, пчела воюет, тогда она опасна. А когда в дружбе все хорошо. У него же, получается, мешочек вот с ядом, он находится как бы отдельно. Когда жало попадает, ну, когда она кусает, получается, сокращается мешочек с ядом и перекачивает яд в тело, получается. Поэтому яд как бы не находится на кончике жала внутри пчелы. Он там в мешочке находится. Если посмотреть на жало внимательно, это все хорошо видно. Ага, понятно. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Владимировна. Ну, вот сказали, мед хранится веками, закрыт герметично. Есть и стеклянная банка. Что ее, пластмассовая крышка закупорит или какие-то другие средства? Так. Ну. И народные средства проверки меда, не только такие. Ну, давайте, народные средства все-таки какие. Ну, главное, чем закупорить. Вот трехлитровые банки я покупаю и не знаю, чем закрыть. Ну, что все замолчали, решат. Чем закрыть? Зачем закупорить? Кушать надо каждый день. О, молодец. Так. Ну, и все-таки проверить. Какое-то... Вы знаете, я читала такое, что капнуть йодом, капелькой йода. Был такой... Есть такой способ? Ну, что молчите? Есть, есть, есть. Таким образом можно очень хорошо понять, добавленный крахмал в мед. Ага. Бывает и такое. И что произойдет? То есть, если покраситься синим цветом, то значит, в меде крахмал есть. Ну, да, в реакцию, если вступает йод, получается... Ага, значит, подделка. Подделка, да. Ну, я думаю, что у наших гостей подделки быть не может, ни в коем случае. А вот я еще что скажу. Ну, понятно, что мед надо, вернее, пчеловодов надо всячески поощрять, чтобы они работали, чтобы пчелы размножались. А вот что интересно. Первым русским законодательным документом, в котором были статьи, посвященные пчеловодству, была русская правда, 1016 год. Ярослав Мудрый. В этом своде законов право частной собственности Древней Руси на борт и бортьевое угодье, как полюдное, принадлежащее народу, так и княжеское, гарантировалось и ограждалось законом. О, как интересно. А дальше. И ответственность за преступление. Ну, здесь вообще потрясающе, что. Вот если кто-то чужую борть раззнаменует, то есть булей в этот влезет, то есть стешит на бортном дереве знамя, знак, и нанесет свое, то должен заплатить штраф 12 гривен. А вот послушайте, что такое гривна. Ну, и такое же наказание предусмотрено за уничтожение межи между бортьевыми угодьями. Так вот, это был самый высокий штраф после убийства. Представляете? Или убить человека, или нанести вот этот свой знак. И дальше, посмотрите. Значит, за сеченную борть назначалось пене в 3 гривны. Да еще за дерево полгривны. А за взятый мед из княжеской бортья штраф определен в 3 гривны. А из крестьянской в 2 гривны. Так вот, лошадь в то время стоила 3 гривны, корова 2 гривны, а свинья полгривны. Так пчела, оказывается, выше всего. Я думаю, что мед в то время в больших количествах добывать не могли, и качество меда было наивысшим. И это оценили там люди, которые руководили государствами. Да, в то время даже налоги принимали оплату в виде меда. То есть, приравнивали по весу к золоту. Вот так вот. И, кстати, Петр Первый тоже говорил, что всячески поощрять людей, которые разводят пчел. И, кстати, что сделал он? Что каждый пасечник должен был отдать хозяину земли или леса 10-й, самый лучший улей. А если у пчеловода не было 10 ульев, он платил помещику деньгами. И тоже он повелел потом дальше, чтобы пчел не разорять в этих семьях, сказал, можно отдавать деньгами. Вот вы сказали, кто разоряет борть. У меня есть борть, очень-очень древняя. Там есть тамга. Тамга это что? Вы же сказали, там помечен. Каждый там помечен. А у нас это в Башке называется тамга. Там стоит древнейший тамга. И сейчас, конечно, никто борть не разоряет. У нас тут другие вопросы. Медведь. Что ты сделаешь с медведем? Мы живем в горах. Медведи, сказал. Кстати, медведь. Да, вот вы видели, как медведь... Вот сейчас начинается холода. Сейчас медведи к нам в гости будут часто ходить. Вы видели медведя? Который поднял улей и бежит. Нет, не видела. Вот я видел. Я вот видел. Уля поднимает... Медведь поднимает улей и бежит к речке. Топит. А решила, в какую сторону бежит? Я за винтовкой. Ну, конечно, когда произвучал выстрел, он бросает, он дальше бежит. Медведь тоже все понимает. А если не увидеть, то он топит в речке улей и вытаскивает оттуда соты и ес. Как интересно. Слушайте, вообще действительно замечательно то, что вы рассказали. Вообще все, о чем говорили сегодня. И я думаю, что мы с вами еще встретимся и на ярмарке. Где, кстати, еще напомните? Это Измайловский Кремль, станция метро «Партизанская». Второго или третьего? Со второго сентября по 16 октября. Отлично. Ну, и если что, вы нам еще что-то интересное расскажете. Хорошо? Спасибо, дорогие друзья. И спасибо всем радиослушателям. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии работали Решат Галиев, Башкортостан. Спасибо, Решат. Андрей Гугов, Кабардино-Балкария. Андрей, большое спасибо. И Дмитрий Трунов, председатель Совета Международного Союза Пчеловодов. Спасибо, Дмитрий. Передачу вела, как обычно, я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.